Сегодня утром мы начали применять шаблоны, чтобы фактически создать новый язык, который исполняется на этапе компиляции в нашей программе на C++. Язык, основанный во многом на списках и операциях над ними, очень похожий на Lisp, с одной вариацией которого в Clojure вы, возможно, слегка знакомы. Для этого мы завезли в ряде их темплейты, чтобы описать список типов. Ну и также начали применять всякие частичные специализации шаблонов и тому подобное, чтобы определить операции над этими списками. Что мы сейчас можем сделать? Мы можем определить размер нашего списка типов. Мы можем применить отображение к нему, то есть применить некоторую операцию к каждому элементу этого списка. При этом каждый элемент этого списка – это тип, то есть фактически мы трансформируем один тип в другой тип, сохраняя структуру списка. Мы можем получить первый-второй элемент. И самое сложное, что мы пока сделали, это мы можем искать в этих списках по определенному шаблону. То есть мы рассматриваем список типов как некоторое отображение, где каждый элемент этого списка сам по себе является списком типов и в качестве первого элемента содержит тот самый тип, который мы используем как ключ. То есть у нас может быть какой-то такой список. Мы хотим сделать, например, так. И ожидаем, что A – это будет у нас искомый элемент. Вот так. И, в принципе, этого мы достигли. Но это еще не конец, а скорее только начало того, чего нам нужно сделать. На самом деле сделать мы можем довольно много, однако не все эти операции будут эффективными. Почему? Во многих случаях, чтобы оперировать такими списками, нам придется прибегать к рекурсии. Какой у нас, может быть, пример, где нам не избежать рекурсии? Ну, когда мы, например, фильтруем, скорее всего, список. Или, например, пропускаем, то есть отбрасываем первые несколько элементов. Там рекурсии избежать не удастся. И, соответственно, это не очень хорошо, поскольку компиляторы, они не очень рассчитывают, что мы будем над ними так издеваться. И слишком вложенную рекурсию они нам не позволят сделать. Во-первых, это просто будет тормозить компиляция. Во-вторых, на каком-то этапе компилятор просто скажет нет, он не хочет более глубокой рекурсии для шаблонов. И на хороших компиляторах это может быть 256 или 512 уровней, а микрософский компилятор запросто может сломаться еще раньше. Но, тем не менее, вот пока все эти операции, которые мы определили, они достаточно эффективны. Ну вот, я надеялся, что до нас дойдут те, кто с нами присутствовал утром, но похоже, что они не дошли. Ну ладно, что поделать. Давайте двигаться дальше. Мы хотим сделать что-то такое. Спасибо. И это все, естественно, будет шаблоном, параметризованным, как минимум, нашим списком типов и типом ключа, и также теми аргументами, которые мы потенциально будем дальше передавать. Потому что, естественно, мы не сможем сделать диспетчеризацию в тип. То есть у нас не может быть тип результатом работы нашей функции. Результатом работы нашей функции будет какое-то значение. Но мы можем добиться того, что мы вызовем какую-то шаблонную функцию, выбрав для нее параметр шаблона с помощью, ну, по нашему индексу фактически, ну, или по другому ключу, значению, которое нам известно на этапе исполнения. И тут может быть два варианта. Может быть, наша вот функция шаблонная, которую мы будем вызывать, она будет что-то возвращать, а может быть, она будет просто что-то делать. Оба варианта имеют право на существование, но здесь нас сейчас интересует тот вариант, где она возвращает какое-то значение, потому что мы в итоге хотим создать объект. Соответственно, вот эти вот аргументы мы будем передавать в какую-то функцию, которая на самом деле будет задаваться другим еще шаблонным параметрам. примерно это будет выглядеть так. что здесь интересного есть? не знаю, возможно, вы еще не сталкивались с этим, но когда вы вызываете метод класса, метод, который в свою очередь является шаблонным, то вам придется указывать ключевое слово template, чтобы компилятор понял, что вы здесь делаете. то есть у нас здесь шаблонный тип, у него мы хотим вызвать шаблонный метод, чтобы компилятор понял, что именно мы шаблонный метод вызываем. Придется написать template для него, делать такую подсказку компилятору. в, нахитин в, в. мы здесь опять же будем писать конечно же специализацию поскольку нам нужно раскрыть наш список который здесь задан просто параметром типом мы должны его раскрыть чтобы получить его элементы этого списка поэтому как мы уже видели ранее сначала мы делаем основной шаблон а потом делаем для него специализацию в общем случае мы возможно будем как-то сложно еще доступаться до того что является ключом для нашей диспетчеризации в нашем списке типов потому что в списке типов у нас будут лежать типы мы хотим сделать диспетчеризацию из какого-то значения к нам кто-то еще подтянулся хорошо то я уже за переживал то есть на входе у нас есть значение которое известно на этапе исполнения а мы хотим сделать диспетчеризацию список типов соответственно нам нужно как-то мы можем конечно задаться каким-то правилам ну например что нас в этом списке типов каждый элемент это список типов которых у которого первый элемент это константа известная на этапе компиляции которая сама берут другой тип но это можно сделать более обобщенным можно сделать просто что мы в нашу функцию диспетчеризации будем передавать некоторые аксессор чтобы можно было вот этот класс диспатч использовать еще в других контекстах или может быть сейчас не усложнять поскольку и так пример довольно получился объемным ну ладно давайте уж сделаем общий вариант здесь я за использовал айди который у нас еще нет но на самом деле это будет просто псевдоним чтобы применить identity тут возможно стоит ввести некоторую терминологию поскольку мы уже типами пользуемся не совсем как типами но можно например это назвать что вот эти вот наши типы которые мы используем для какой-то трансформации можно их назвать метафункции и тогда вот это вот будет применение метафункции так теперь нам нужно сделать наш диспатч так вопрос для чего указан шаблон у структуры map find какой из шаблонов то есть у нее есть шаблонные параметры есть специализация у которой есть очередь свои шаблонные параметры в том числе шаблонные шаблонные параметры нет я имею ввиду вот в объявлении чуть выше вот здесь вот ну map find это у нас шаблон у него два шаблонных параметра первый параметр это наше отображение то есть наш список списков типов а второй параметр это ключ по которому мы ищем в этом списке списков типов мы сначала сделали общий шаблон который никак не определён поскольку он нас не интересует потом сделали частичную специализацию чтобы сделать паттерн матчинг по списку типов и получить доступ к его элементам вот поэтому это должен быть шаблон по-другому мы это не сделаем поскольку собственно все наши сейчас значения с которыми мы работаем являются шаблонными параметрами того или иного шаблона вот я не уверен что я внятно ответил может быть вопрос какой-то более конкретный скорее вот вопрос про указан шаблон его можно в целом не то есть не использовать да здесь фактически предварительное определение этого типа то есть это не полное определение и если мы попытаемся заиспользовать вот этот основной шаблон то у нас будет ошибка но в корректном использовании у нас всегда компилятор будет выбирать вот эту частичную специализацию поскольку в корректном использовании мы предполагаем что пользователь нашего программного интерфейса будет использовать наш map find передавая в качестве первого параметра всегда список типов на самом деле тут можно даже передавать не обязательно на список типов а любой тип который является шаблонным типом с переменным числом шаблонных параметров типов вот если это так то всегда будет выбираться это частичная специализация поскольку она подходит более точно если это будет не так значит это будет некорректное использование map find потому что но его идея в том что у него первый параметр это список в котором мы собственно и ищем и будет тогда ошибка компиляции поскольку нас этот случай не интересует нам пригодна просто ошибка что такой тип не определен но мы и не сделали никакого определения основному шаблону могли бы на самом деле сделать 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 там на статик ассерт и написать какое-то более человекочитаемое сообщение но у нас на самом деле сообщение об ошибках вот когда мы начинаем такие вещи делать они становятся совершенно не читаемыми и тут ну собственно при парке мертвому не помогут даже если мы будем пытаться ну немножко конечно помогут но не очень сильно вот с dispatch мы делаем похожую вещь то есть у нас есть основной шаблон а есть частичная специализация чтобы раскрыть содержимое ну распаковать я бы даже сказал содержимое списка типов соответственно нам поскольку частичная специализация поскольку это частичная специализация то мы ей указываем шаблонный параметр так и теперь нам нужно определить в ней статический шаблонный метод и как он Что делает dispatch? Смотрите, мы хотим сделать диспетчеризацию из значения в список типов. Как я уже говорил, единственный способ этого достичь – это вызвать какую-то шаблонную функцию, которая будет передана в качестве шаблонного параметра нужный тип, который мы найдем по нашей константе. Точнее, по значению, которое известно на этапе исполнения. Но, конечно же, это должно быть значение, которое мы можем сравнить с константной, известной на этапе компиляции. Иначе мы ее просто не сможем, эти значения, эти константы закодировать в список типов. Соответственно, наша функция valueDispatch будет это и делать. Я просто это немножко упрощаю с более сложной реализацией, в которой были разные стратегии диспетчеризации для разных списков типов. Поэтому тут чуть-чуть переусложнено, получается. Можно было чуточку проще сделать, но не суть важна. Фактически наш класс Dispatch реализует вот эту обобщенную стратегию диспетчеризации в списке типов по значению. Он может, например, разные аксессоры принимать. А здесь мы в valueDispatch всегда один и тот же аксессор используем. Но мы сейчас увидим, как именно это используется более точно. Если бы мы ограничились только одним узким случаем, и, например, аксессоры нам бы были не нужны, то мы могли бы кое-что упростить, но класс нам все равно нужен. Почему? Потому что нам, чтобы распаковать наш список типов, нам нужна частичная специализация. А частичная специализация бывает либо у классов, либо у переменных. Переменные нам здесь не очень подходят, поэтому мы вынуждены использовать класс. Хотя на самом деле нам нужна всего лишь функция шаблонная. То есть вот здесь мы, обращаясь к нашему шаблонному классу, мы распаковываем список типов. И уже имея распакованный список типов, вызываем функцию, которую приходится сделать просто методом этого класса. Вот. И что будет делать наша функция? Нам нужно что-то вернуть здесь. К сожалению, или, может быть, к счастью, нам сложно придумать контекст, где у нас раскрылось бы переменное число параметров шаблона, и при этом получить оттуда значение. То есть простой оператор нам здесь не подходит. Оператор свертки. Я имею в виду про... Точнее, операция свертки, про которую мы говорили утром, нам здесь не очень подходит, чтобы просто вернуть это значение. Тем более, что у нас может быть список нулевой длины, и тогда мы должны, видимо, вернуть какое-то значение по умолчанию. Ну, тут можно думать, как это лучше сделать. Можно, например, сделать так. Так, пусть f это у нас будет какой-то функтор. Ну, нет, функтор – это, наверное, плохой термин. В общем, это будет что-то, через что мы зададим, какую же шаблонную функцию нам вызывать. Параметр зав его типом, который мы выберем по значению из нашего списка типов. Наложим определенные требования на это что-то. Пусть у него будет член-тип, который будет называться return-type, который нам задаст тип того, чего нам нужно вернуть. Пусть также у него будет метод статический, который будет создавать нам значение по умолчанию, если мы ничего не нашли подходящего в нашем списке типов. Тут вот я сейчас напишу немножко устаревший вариант, как это приходилось делать до 17-го стандарта. И мы увидим еще один механизм C++, который можно слегка нагнуть, чтобы получить то, что мы хотим. Точнее, чтобы получить что-то необычное, я бы так сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Получилась очень сложная конструкция. Что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы компилятор нам создал серию ветвлений на самом деле. То, про что мы говорили утром. Switch можно заменить серией ветвлений, и компиляторы более-менее неплохо это соптимизируют. Но у нас есть вот это самое переменное число шаблонных параметров. Нам нужно, чтобы компилятор нам для каждого нашего шаблонного параметра сделал ветвление. Нам, очевидно, нужен контекст, в котором могут раскрыться наши в ряде шаблонные параметры. Один из таких контекстов – это инициализация. Вот это вот в фигурных скобочках – это у нас инициализация. Нам, к сожалению, нужно то, что мы инициализируем. При этом это нам совершенно не нужен как результат. Нам нужны побочные эффекты, которые произойдут при этой инициализации. Поэтому я здесь объявил просто инициализер-лист. Для целочисленного типа это совершенно не важно. Можно просто с типом int удобно работать. Это такой, можно сказать, стандартный тип. Ну, как он, базовый тип, и очень часто мы с ним имеем дело. Не суть важна. Можно было бы использовать другой тип здесь. Он нас не интересует. Дальше я вот здесь явно пишу, привожу, делаю явное приведение типа к void нашей переменной, чтобы заглушить предупреждение от компилятора о том, что мы никак переменную объявили, никак ее не используем. Компилятор совершенно прав. Мы эту переменную не используем. Она нам не нужна. Поэтому я здесь просто заглушаю эти вот сообщения компилятора. А что нам нужно? Нам нужно исполнить какой-то код для каждого шаблонного параметра. За счет того, что у нас контекст вот этой инициализации, мы можем здесь раскрыть наш в ряде шаблонные параметры. Вот здесь я пишу троеточие, чтобы это сделать. И как только мы это сделали, вот теперь внутри этих круглых скобочков будет выражение, в котором я могу использовать вот наш этот переменный шаблонный параметр. И компилятор нам сделает столько вот этих скобочек через запятую, сколько у нас реально будет элементов нашего списка типов. Отлично. Поскольку сами значения нас никак не интересуют, то здесь будет всегда инициализация нулями. Нас интересует, сколько раз это будет сделано и какие при этом у нас будут шаблонные параметры. При этом шаблонный параметры у нас будет t. То есть компилятор сам сгенерирует, ну, например, мы передали список типов из трех элементов. Компилятор здесь сгенерирует три вот этих вот скобочных выражения, ну, точнее, всего, что у нас есть в скобках, через запятую. И в каждом из них вместо t он подставит конкретный элемент нашего списка. Далее, что я делаю? С помощью нашей метафункции аксессора я доступаюсь к элементу списка, ожидая, что аксессор будет определять поле статической value, которая будет той самой константой, с которой мы будем сравнивать наш ключ. и ожидая, что аксессор будет определять член тип type, который будет тем самым типом, который мы хотим передать в нашу шаблонную функцию, где будет уже выполнено полезное действие. Ну, начало этого выражения понятное, и это просто сравнение. Дальше у нас тернарный оператор. В его правой ветке понятно просто любая константа. Можно было написать любое целое число. Этим числом будет проинициализирован какой-то элемент нашего initializer list. Нас это совершенно не волнует. В основной ветке нашего тернарного оператора что мы хотим. Мы хотим на самом деле исполнить какие-то побочные эффекты, которые возвращают... Мы не знаем, какой тип у res мы не знаем. Мы хотим в res что-то написать, записать. Поскольку мы не знаем, какой там тип, мы должны отбросить это значение. Для этого мы используем оператор с запятая. Мы вначале, когда на него смотрели, когда-то давным-давно было не очень понятно, зачем он нужен. Вот один из вариантов. Поскольку оператор с запятая славен тем, что исполняет побочные эффекты вычисления обоих операндов, потом результат вычисления первого операнда отбрасывает, а возвращает в качестве своего результата значение второго операнда. Опять же, мы в качестве второго операнда ставим любую константу целого типа. Нас она не интересует. Нас интересуют побочные эффекты, которые произойдут в первом операнде оператора с запятая. И эти побочные эффекты будут заключаться в том, что мы в переменную res запишем то значение, которое нам вернет шаблонная функция, которую нам передали извне. Дальше вроде тут все должно быть понятно. Вот. 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 Как это можно упростить? Немножко, но все-таки можно. В 17 стандарте у нас появились выражения свертки. И нам больше не нужен вот этот трюк санитилайзер-лист. Нам нужен оператор. И, наверное, можно догадаться, что нам опять подойдет оператор запятая. Как мы это перепишем? У нас будет одно выражение свертки, в котором будет что-то, что будет содержать наш шаблонный параметр. Как мы выражение свертки писали? Какое-то выражение, содержащее шаблонный параметр. Мы его пока нам пишем как x. Потом наша операция, оператор наш, троеточие. Еще раз наш оператор и второй оперант. Поскольку у нас может быть список нулевой длины, нам нужна бинарная свертка, то есть у которой мы зададим хотя бы один из аргументов. И если список нулевой длины, то вернется этот аргумент. Но он нас не интересует здесь. Почему нельзя напрямую в return просто записать эту операцию свертки? Потому что какой оператор применить, не очень понятно. Оператор запятая, он отбрасывает значение своего левого операнта. Мы не можем прервать вот эту свертку на этапе исполнения. То есть мы выясним, какой элемент списка нам подходит только на этапе исполнения. И мы не можем здесь сделать вот такой ранний выход из этого выражения свертки. Поэтому мы не сможем наше значение вернуть из выражения свертки. Мы, наверное, смогли бы это сделать, если бы у нас с результатом было какое-то логическое значение. И мы бы тогда в качестве выражения свертки могли бы написать либо и, либо или, ну, что-нибудь такое придумать. Может быть, даже, кстати, можно... Но в любом случае, мы не знаем значение, какого типа мы хотим получить здесь. Поэтому мы вынуждены его записывать в отдельную переменную, потом эту переменную возвращать. Поэтому совсем мы все здесь не упростим. Но хотя бы мы избавимся от initializer list. От этого трюка. Вот так будет выглядеть наша конструкция. Со сверткой по оператору запятая. Ну, давайте это чуть-чуть запишем по-другому. Может быть, так будет чуть более читаемо. Теперь, собственно, фактически нам нужно в качестве x повторить все, что у нас было до этого. Вот так. То есть немножко упростилось, но не принципиально. По крайней мере, от этого хака с initializer list мы избавились. Хорошо. Как это можно заиспользовать? Наверное, нам стоит сейчас сделать такой короткий и маленький пример, как это можно заиспользовать. Иначе тут будет совсем можно потеряться. Конечно. Я думаю, что мы написали. Мы написали нашу функцию ValueDispatch таким образом, что она ожидает, что вот эти элементы этого списка, каждый из них будет иметь поле Value и какой-то тип Type. Ну давайте возьмем в качестве ключа просто целые числа. Кстати, нам здесь нужно включить заголовочный файл TypeTrades. Поскольку IntegralConstant находится там. Мы могли бы сами написать статическое поле Value, а можно сделать это через IntegralConstant, который нам даст это поле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так-то, конечно, действительно, можно было бы и так сделать. Вот как может выглядеть наш список типов. А как будет выглядеть наша функция, точнее, наша метафункция? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте другую немножко метафункцию сделаем. Смотрите, здесь у нас не будет никаких аргументов. То есть те arcs, которые у нас в ValueDispatch, в Dispatch, это будет всегда список нулевой длины. Поскольку здесь нам аргументы не нужны. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой у нас будет игрушечный пример. Заодно мы посмотрим, сколько именно ошибок в TypeList я сделал. И как сильно у нас все взорвется при попытке скомпилировать это дело. Хотя даже у нас уже почти тут все хорошо. Давайте действительно будем читать эти значения. И сразу писать. Здесь мы должны явно указать наш список в качестве шаблонного параметра в функцию Dispatch. Поскольку его нельзя вывести. Он никак не участвует в аргументах этой функции. И, кстати, наша метафункция тоже не участвует в аргументах функции. Так что ее тоже надо здесь указать. А вот ключ уже не надо указывать. Вот так вот. Посмотрим, что у нас произойдет. Начнем наше разбирательство. Что нам говорит компилятор? Ага. Да. Он нам намекает, что... Кстати, мы могли бы и здесь, наверное, это немножко упростить. Согласится ли компилятор, что у нас достаточное сужение в частичной специализации или нет? Не совсем. Да. Так не получится сделать. Ну ладно. Тогда здесь просто напишем это как. И аналогично с transform. То есть pattern matching здесь на шаблонах, он такой немножко капризный. И легко сказать не то, чего ожидает компилятор. Так. Ага. Ну, здесь я назвал это TS, поскольку у нас вроде как их много. А дальше стал использовать опять T. Ага. Ну, конечно же, эти у нас методы должны быть статическими. Интересно. Ну ладно. Давайте посмотрим. Так. Мы вводим 0. А, кстати, я же забыл сделать покрупнее немножко, как вы раньше просили. Получили 0. Это у нас значение по умолчанию. Вводим 1. Получаем 4. Давайте посмотрим. 1. Это у нас был тег для типа int. Размер int 4. Похоже на правду. 2, 8. 2 это у нас был double. 3 char 1. Ну и все, что мы другое будем вводить, это будет 0. Смотрите. Возможно, вам кажется, что мы сделали какую-то глупость, но вообще это относительно большое достижение. То есть мы здесь получили такую несколько ограниченную, ну не интроспекцию, наверное, но мы теперь в некотором ограниченном случае можем работать с типами на этапе исполнения. По крайней мере, вот можем работать со списками типов и вызывать те или иные операции для разных типов в зависимости от значения на этапе исполнения. Это не так-то просто достичь на самом деле. Хорошо. Ради чего это все затевалось? На самом деле, конечно, наше путешествие еще только начинается, если мы хотим достичь того, ну то есть задачи, которая была изначально поставлена. Предположим, у нас есть, наверное, вам знакомое, по примеру из биржевых протоколов, вот такое представление списка наших режимов. Назовем это режимами. Каждый режим – это какой-то отдельный протокол. Здесь у нас всего три режима. Это может нам пригодиться и для других вещей. Например, сейчас все, что пока делается, это то, что мы делаем Яну. Поэтому на самом деле мы здесь могли добавить еще какую-нибудь красивую печать для этого всего. Но интересно то, что, в принципе, вот здесь препроцессор нам помогает этот список держать в одном месте. И это нужно не только в нашей задаче, которую мы сейчас пытаемся решить, но и в каких-то сопутствующих. Как бы нам теперь заиспользовать этот самый список? Давайте еще раз посмотрим на нашу фабрику. Мы же хотим по максимуму наш компилятор заставить делать работу за нас. То есть мы не хотим повторять вот эти списки для разных видов сообщений, например. Сейчас у нас одно сообщение, а что если их будет 50? Ну, даже хотя бы 20, это уже достаточно напряжно каждый раз этот список повторять. Смотрите, при определенной дисциплине подхода к наименованиям, наименования сами собой оказываются довольно такими гомогенными. Как видите, у нас базовый класс называется execution handler, а все остальные классы — это какая-то приставка к этому имени и это имя. Причем эта приставка — это некоторое описание нашего режима, для которого служит тот или иной обработчик. Отлично. Вы, наверное, уже догадались, что мы здесь могли бы использовать препроцессор, чтобы сгенерировать имена этих классов. То есть препроцессор нам позволяет делать новые токены нашей программы. Нам все, что нужно сделать — это взять вот этот список. Я специально в нем в качестве второго аргумента этому макросу передаю как раз строчку, которая является префиксом для названий классов. Как же нам теперь сгенерировать список наших классов? На самом деле здесь кроется еще одно препятствие. Вот у нас здесь описано три режима. А в фабрике, вы можете заметить, у нас всего лишь два нестандартных класса. Это не случайно. В нашем реальном проекте действительно для каких режимов какие хендлеры переопределены, зависит только от конкретного протокола. То есть в одном режиме могут быть переопределены одни хендлеры, в другом другие. Поэтому нельзя сказать, что все вариации этих классов всегда существуют. Проблема кроется в том, а как нам понять, у нас класс существует или не существует. Причем, опять же, мы хотим это понять без какой-то ручной работы. Вообще без какой-то. Потому что режимов этих много. Поддерживать списки того, чего каждый режим реализует — это чревато ошибками. мы не хотим это делать вручную. Как же это сделать? В C++ у нас нет механизма, чтобы проверить, класс существует или не существует. Нет такого механизма, к сожалению. Но есть, как всегда, обходной маневр. Мы всегда можем сделать предварительное объявление даже для того класса, который не существует. Компилятор не будет здесь ругаться. Таким образом, мы хотя бы можем сгенерировать список вот этих предварительных объявлений. Будет дальше вторая часть. А как нам этот список отфильтровать, чтобы выцепить только те классы, которые реально существуют? Но давайте будем идти по порядку. Сначала сделаем полный список всех возможных вариаций. Нас интересуют предварительные объявления классов. На самом деле, я до этого не сразу додумался. что вот так можно проверить существование класса. И да, поначалу мне показалось, что моя идея все-таки не получится ее реализовать. Но оказалось, что можно. Так, по-моему, я fix назвал это namespace. Я уже подзабыл. Да, fix. Да, fix. Вот здесь нам нужно что-то написать. Затем мы включим наш файл, где они все перечислены с помощью макросов. А что мы здесь должны написать? Нам же здесь нужно не просто что-то сделать с конкретным префиксом. Нам нужно префикс применить ко всем возможным базовым классам хендлеров. Ну и здесь я уже сдался и написал вручную. Ну, можно было, конечно, может быть, пытаться что-то придумать совсем креативное, но иногда надо сказать стоп и просто сделать чуть-чуть ручной работы. Поэтому я написал примерно так. Отлично. ну и давайте чтобы продемонстрировать что это будет работать даже когда у нас классов реально нет добавим еще один хендлер который у нас на самом деле нет ну пусть это будет кодер красхендлер а здесь соответственно будет вот так вот ну и здесь давайте это все уберем вот так вот давайте проверим что это работает у нас а а а а а а а а а Я буквы S там не написал. Наверное, стоило. Это же все-таки режимы во множественном числе. Ну ладно. Отлично. Отсутствие реальных классов никак не мешает их предварительному определению. Это хорошо. А как теперь понять, класс существует или не существует? Есть один, на самом деле, может быть, даже не один трюк, но как минимум один трюк, который здесь хорошо подходит. Можем ли мы сконструировать экземпляр этого класса или не можем? Интересно, что когда у нас есть предварительное определение класса, и мы проверяем с помощью DeclType вот эту возможность сконструировать, то даже если класса на самом деле нет, компилятор нам ошибки не выдает. Он нам просто говорит, что нельзя сконструировать. Если бы у нас не было предварительного определения класса, то компилятор бы выдавал ошибку, потому что он не знает такого имени вообще. То есть здесь вот мы с помощью такого хитрого маневра, с одной стороны, ввели в обиход имя, а с другой стороны, никак не повлияли на конструируемость классов. На самом деле у нас даже есть такой трейд из Constructible. Так, первым мы туда передаем имя класса. И это у нас будет, кстати, здесь надо бы нам вот так вот написать у нас это все в пространстве имен. Продолжение следует... Хотя... Нет, не совсем. Какой-то я шаг еще один забыл. Да, отлично. Как говорил герой Смешариков, у меня для вас отличные новости. Мы сейчас увидим, наконец, с Финаем во всей его красе. Причем сразу не просто какой-то там простой пример с Финаем, а более сложный. Трейд из Constructible не срабатывает, когда у нас тип не полностью определен. Это я уже подзабыл. Но не все потеряно. У нас мы можем сделать другой финт ушами. И нам опять поможет частичная специализация. Почему? Потому что, когда компилятор анализирует какой-то шаблон, он находит основной шаблон. Потом он находит все частичные специализации, которые он видит. Затем он пытается подставить в них конкретные параметры. И вот в момент подстановки этих параметров в частичную специализацию, или даже в полную специализацию, в принципе, неважно. Тут даже неважно, частичная или не частичная. Если происходит какая-то ошибка, которая происходит у нас в IsContractible, например, то это не является ошибкой компиляции нашей программы, а просто эта специализация исключается из рассмотрения. Ну, наподобие того, что происходит с функциями. И когда мы с Finaia применяем для функций. Вопрос. Прагмаванс нам никак не поможет ничего отфильтровать. Поскольку... В какой момент я про Прагмаванс-то говорил? Не знаю. Нет, конечно, Прагмаванс только влияет на включение заголовочного файла. То, что он больше одного раза не будет включаться. А так-то нет. Я говорил про фильтрацию. Наверное, когда я что-нибудь про списки типов говорил. Или еще что-нибудь такое. Сейчас мы решаем локальную задачу. Мы хотим понять. Точнее, мы хотим понять, как нам понять, класс существует или нет. То есть мы на полпути. Мы сделали частичное определение. Точнее, предварительное определение. Для всех возможных сочетаний префиксов и имен хендлеров. А теперь нам надо понять, какой из этих типов является настоящим, какой нет. Потому что, как мы только что увидели, даже банально, если мы попытаемся проверить, можем ли мы сконструировать объект этого типа, у нас будет ошибка компиляции. Нам поможет свиная. Хорошо. Пока. Пока. мы конечно же хотим для случая когда какой-то хендлер не существует взять базовых эндер но здесь вот писать конкретные названия классов я не хочу потому что это придется писать вот вот вспомогательный класс для каждой иерархии этих хендеров может конечно это решить по-другому но напишем пока так далее у нас мы будем использовать этот тест вот таким образом ну и теперь напишем вспомогательную переменную нет тут проще будет с типом все-таки это сделать хотя нет мы можем обойтись на стандартными трейтами у нас есть трейд из сей который определяет являются ли типы одинаковыми из мв это уже конкретная переменная которая нам будет изучать значение соответственно здесь мы это будем использовать вот так вот ну в рамках нашего такого маленького примера его же нет такого класса поэтому мне авто дополнение ничего не дополняет так хорошо у нас есть здесь 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 а здесь что мы напишем вот так если базовая версия будет возвращать void здесь нам кстати это же переменная что-то я уже к вечеру стал совсем плохо соображать мы можем просто вот так вот написать и все будет хорошо и это даже уже должно скомпилироваться нет эти сообщения об ошибках это еще очень-очень хороший вариант для случая когда мы имеем дело с шаблоном метапрограммирования в моей практике я получал не побоюсь этого слова килобайты текста ошибок которые мне приходилось потом загружать в текстовый редактор некоторое время причесывать чтобы их можно было вообще прочитать и потом уже пытаться читать это еще одна темная сторона шаблонного метапрограммирования когда слишком много шаблонов сообщение об ошибках становится совершенно не читаемыми так сейчас нам должно написать что у нас нет ни того ни того все правильно нам нужно определить специализацию в которой мы заиспользуем с финая и через финая сможем решить эту проблему и тут будет хитрость я что я хочу сделать я хочу чтобы у меня в частичной специализации подстановка одного шаблонного параметра давала ошибку если этот класс неинтересно если его нельзя сконструировать например один шаблонный параметр это будет сам тип который мы проверяем значит ошибка должна создаваться во втором шаблонном параметре поэтому здесь два шаблонных параметра есть еще один нюанс который не сразу понимаешь но на самом деле все просто и я сейчас вам это все проговорю так значит мы пишем специализацию что-то напишем в качестве второго параметра сейчас все просто если если все хорошо то наш наша проверка будет возвращать этот же самый тип если все плохо то войд мы могли бы попробовать написать написать декал тайп здесь декал тайп нас до нам даст тип все хорошо казалось бы что мы внутри декал тайп напишем у нас есть помогательная функция декал вал она служит специально для того чтобы ее использовали внутри декал тайп то есть она имитирует создание объекта какого-то типа то есть если мы напишем вот так вот то это выражение будет эквивалентно созданию временного объекта типа т и если мы так все и оставим то декал тайп там вернет на самом деле на самом деле тут будет у него категория r-value то есть декал тайп нам здесь вернет r-value ссылку на т вот здесь я не уверен достаточно ли нам просто одного декал тайп ну давайте проверим но сначала обещанный нюанс к сожалению так работать не будет почему зачем мы вот здесь написали значение по умолчанию даже для шаблонного параметра и так в этом классе шаблонных параметров должно быть два потому что один из них настоящий а во втором мы создаем ошибку искусственно а при этом хотим мы его вызывать вот так вот с одним параметром если бы мы здесь просто оставили два шаблонных параметра нам пришлось здесь какой-то шаблонных параметров 2 задавать а какой если мы сюда декал тайп запишем у нас ошибка будет в определении псевдонима и это не будет уже сфиная у нас будет ошибок компиляция значит нам нужно сделать так чтобы обратиться к этому шаблонному классу можно было указав только один шаблонный параметр значит 2 должен иметь значение по умолчанию но вот беда какое это будет значение по умолчанию декал тайп там вернет конкретный тип проще всего здесь написать значение по умолчанию void поскольку но этот тип у нас всегда есть но что тогда произойдет как происходит закрепление вот этих вот значение по умолчанию для шаблонных параметров у нас сначала компилятор смотрит вот сюда он видит форму инстанциации шаблона он находит главный шаблон это вот этот в этом месте компилятор смотрит на шаблоны назначение шаблонных параметров по умолчанию и закрепляет их своей памяти затем он пытается подобрать специализацию более подходящую если мы напишем вот так вот эта специализация не подойдет поскольку компилятор ожидает уже в качестве второго шаблонного параметра получить void а здесь он получат какой-то тип и просто не будет рассматривать эту специализацию и мы не получим сфиная которого мы хотели нам обязательно чтобы вот здесь эта конструкция имела тип void специально для этой цели старт библиотеки у нас есть вспомогательный класс void t определяется он очень просто на самом деле наверное там будет как нибудь вот так вот то есть мы передаем туда любое любые шаблонные параметры а на выходе получаем всегда void это нужно исключительно в контексте с финами когда мы хотим вот сделать такой фин тушами то есть эта конструкция уже достаточно распространена среди программистов что вспомогательные элементы для нее включили стандартную библиотеку так ну вот теперь нам достаточно чтобы с финами использовать давайте попробуем идею олега достаточно ли нам просто попробовать создать объект этого типа недостаточно звучит странно но я думаю это связано с особенностями decalval она же на самом деле ничего не создает она только имитирует это создание но мы знаем что у каждого класса есть деструктор он обязан быть мы можем попробовать его вызвать и ура мы получили то чего хотели теперь мы можем различить существующие классы и несуществующие классы неплохо это еще не конец пути давайте обсудим для начала что вы про все это думаете было ли вам хоть что-то понятно или может быть случилось чудо и вам все понятно с первого раза показалось ли это вам полезно или не совсем бесполезным или не очень полезным или я все вас все еще не убедил что это правда можно использовать на практике наши цели мы все еще не достигли на самом деле тут осталась уже такая техническая работа но кода надо написать еще довольно прилично понятно да скорее всего действительно вот когда первый раз на это все смотришь сложно въехать вроде бы все как-то просто но как вот в цирке за руками иллюзиониста следить не очень получается сходу это правда и стоит наверное это подперечитывать так давайте-ка я что сделаю попробую сходу на гуглить тот блок из которого я изначально черпал вдохновение и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, это не Хана. Хана... Я уже забыл, что это. Это не со Spirit в случае связано? Или хотя... А, хотя нет. Хана – это другое. Нет, это не Хана. Прозвучало как-то двусмысленно. Ну ладно. А вот блок. Там несколько статей. И MapFind там разбирается, и просто списки типов. Но вот диспатча там нет. Но зато там можно на более простых примерах и пошагово почитать про все эти операции над списками типов и как их можно записать. Там автор это старается сделать эффективно. Поэтому там, естественно, опираться не все. Но вот многие есть. Интересный вопрос. А зачем тут тогда void-t? Будет ли у нас считаться вызов деструктора, имеющим тип void? Да, действительно. В этом случае вы совершенно правы. Мы могли обойтись без void-t. В более общем случае так бы не получилось сделать. То есть, может быть, часто вот эта конструкция используется, чтобы проверить, существует ли какой-то метод у класса или не существует. И вот там уже, то есть мы тоже имитируем, что у нас есть значение этого класса, и мы пытаемся вызвать у него какой-то метод. И вот тут уже действительно тип возвращаемого значения может быть разный, и нам понадобится void-t. Но в этом случае действительно можно было без void-t обойтись. Я его просто уже автоматически пишу во всех таких случаях, поскольку это типовой шаблон, когда вы такими вещами занимаетесь. Вот. Я предлагаю...